Добрый день, друзья! Мы начинаем... Детка у меня своеобразная. Сначала я и с нами сегодня Павел Каспаров, который расскажет нам все секреты. Добрый день. Стрелка на валютном рынке. Павел, приветствуем вас. Добрый день. Какие у вас позиции открыты и куда вы стоите? Такой случайный вопрос, так, интересуемся. Ну да, пробегаем мимо. Как это надо гнездом кукушки, да? Ты потом... Ну, я могу сказать только одно. По мастер-карту почитайте, интересно вообще. Я обычно начинаю с того, что сбрасываю Игорю Николаевичу то, что вижу интересного. Но сегодня вот ночью не стал сбрасывать. А так-то вообще с утра уже почитал, думаю, наверное, сам увидит. Любопытная хрень. Очень любопытная. Друзья, это формулировка Павла Каспарова, любопытная хрень. В официальных документах эта инициатива называется по-другому. Ну, хрень бывает любопытная и нелюбопытная, и полная. Полную читать не стоит. Вообще нелюбопытную это так, когда делать нечего. А вот это вот любопытная хрень стоит посмотреть. Ну вот. Поэтому я полагаю, что, ну, как бы ничего особенного у нас в жизни не произойдет. Ни с нами, ни с кем-либо еще. Вот. По одной простой причине. Никто, как говорится, ничего не знает, что будет делать не знают, что куда деваться не знают. И симпозиум Джексон Холли начнется именно завтра. А Джексон Холл это как бы, ну, мировое правительство отчасти. И симпозиум Джексон Холли обычно проходит, ну, в тихой-тихой обстановке. Поэтому я боюсь, что мы с вами... Коллеги, это симпозиум Джексон Холли, это совещание Центробанков мира. Поэтому такое внимание к нему. Поэтому мы как бы в этот момент, ну, никто не будет суетиться, ничего особенного не произойдет. Ну, не принято, как говорится, в этот период давать разгулять рынку в город. Это уважают всех, включая политиков. И даже Транс, наверное, ничего такого не напишет не оригинального, что могло быть длинно полюб. Потому что он будет проходить четверг, пятницу, субботу. А тут еще дальше в воскресенье встреча с Транс и всем, на которые собираются пригласить Россию. Вот. Так что у нас до конца недели, что только не будет. И поэтому вряд ли это как-то даст возможность нам куда-нибудь чего-нибудь разгуляться. У меня на сегодняшний момент, хоть на онлайн, открыто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь валют. Ходят медленно. Что открыто и куда, Павел? Ну, я могу только сказать, что открыто Австралия-Франк вверх. Открыто Австралия-Канада вверх. Новозеландия тоже вверх и Австралия вверх. Ну, вот. Ну, нормально. Нормально. Я всем говорю, пробавайте новозеландца, а вы говорите, новозеландец вверх. Верите в него, да? Да я ни в кого не верю вообще. Я, как говорится, себе верю три раза в сутки. Система, все на систему валите, да, Павел? Да, зачем мне вот это вот заниматься, верю, не верю. Я, что, девочка, что ли, которая любит, не любит, прыгнет, поцелует, да. Так вы что, вы без ромашки вообще торгуете, что ли? Нет, без ромашки торгую. У меня нет никаких гадательных инструментов. Если меня уже, как говорится, мне что-то надоедать, я же, ну, я говорю, соответствующий набор фраз, и валюта начинает идти в нужную сторону. О, это правило. А какие они не воспроизводимы? А, какие они не воспроизводимы? Не воспроизводимы. У них уникальный трейдинг слэнд, который не воспроизводится на публику. Ну, еще есть революционные пары, о которых я не хотел бы говорить, потому что они не знают, что с ним будет. А впаривать людям то, что не знаешь, не стоит. Вот, поэтому, вот я вам сказал, что у меня куда открыто. Посмотрим, что будет. Вот. Я вообще не знаю, что Новая Зеландия куда-то там падает. Ну, у них все хорошо. У них не просто все хорошо, у них совсем все хорошо. Вот. Ну, даже, как бы, даже, как бы, когда молоко, это было не смертено. Ну, вот, сухое молоко, это показатель для Новой Зеландии, ну, крайне любопытнее. Ну, поэтому оно имеет, ну, такое значение. А вчера мы с вами видели, что индекс цен на молочную продукцию, ну, практически не посевелился, а минус 0,2 будет. Вот. Поэтому в Новой Зеландии это куда-то смырять смысла нет. У них ничего не происходит, кроме хорошего. Вот. Есть там какие-то там неоскатки, еще кто-то там занят. Вот на Южном острове, например, сейчас дают вот, особенно на самом крайнем юге, но дают участки под выпас, например. Можно приехать и стать, как бы, фермером, пастухом баранов точно стать можно. Вот. Превратившись в одного из них. Так что, вот такая вот примерно ситуация. Но там очень хорошо. И, честно говоря, я уже не знаю, насколько на крайнем юге с интернетом там в порядок. Ну, там климат очень такой. Мне лично было приятнее. Это новозеландские Альпы, они куда круче, европейские Альпы. Но, ну, как, в таком случае, европейские Альпы повыше, а новозеландские Альпы чуть пониже, но они находятся на Южном острове, в таком тематическом варианте, что там и ледники побольше, и вообще предбувает установка довольно серьезная. Ясненько. И не стоит забывать, что именно там натаскал себя, как бы, на восхождение на улицу, натаскался бихиллари. Павел, а я слышал, что Ессентуки круче Новозеландии, правда? Или врут люди? Не, я обычно гуляю под Кисловодску. А Ессентуки тем удобно. Вот идет пятерка городов, курортов, знаменитые курорты мировые. Кстати, никогда, вот в период кризиса даже, даже когда я там занимался чем-то запущен. Были проблемы некоторых в санаториях, но небольшие. Ну, по масштабам, ну, например, санаторий, по тогдашним масштабам на 500 мест, сейчас уже переделан на 400, то есть трехместных палат уже нет давно. Максимум это двухместные. уже переворачивали, но в эти годы все переремонтировано, все так сказать, идеально стало. очень много номеров одиночек, вот, очень много появилось люксов, люксовые корпуса появились в каждом санатории. Единственное, неприятное, что происходит, это попытка каждого санатория, особенно каких-либо ведом, таких там, ну, например, госпомоимущество санатория Женикидзе в Кисловодске, взять и огородить себя забором, свою территорию. Причем прихватить то, что нельзя прихватывать, ну, просто по определению нельзя прихватывать. Я памятник к тому же Сергора Женикидзе, который все это построил, он имел доступ, к нему была каскадная такая лестница, двухсторонняя, на ней были различные чудеса, например, жужжащая пчелка, в камне, как бы это, ну, мое детство, мы, вплоть до того, что даже живя в Одессе, мы приезжали в отпуск в Слово, именно такая ситуация была. Я, море, море, на море, ну, понятно, на море хорошо, но вот я лично выдерживаю в Крыму, ну, и, допустим, на побережье уже в районе Сочи я выдерживаю там где-то две недели могу выдержать. Только за счет того, что я покупаюсь там, туда-сюда, валяться, загорать на солнце, я этого терпеть не могу. когда, когда-то знаменитый советский йог латинский сказал мне, ну, я тогда еще только начинал интересоваться, он мне сказал, что у йогов есть классическая фраза, только дурак идет на солнце, если можно сидеть в тени. Это вот касательно всех загорающих на пляже. Я, я, например, хватает, вот, ну, утром, вечером, море, мне хватает. Однем, то что делать. Вот. Причем, вечернее, вот, утреннее, вечернее купание, они такие, как-то вот, бодрящие, хорошие, там, вечернее успокаивающие. А потом надо куда-то деваться. И, например, в Крыму я, ну, обычно стараюсь жить поближе к Никите и по Никитскому, ботаническому, там, ну, каска. Вообще, в Крыму есть куда податься, по горам походить. И то же самое в Сочи, то есть, проще всего уехать в Крыму, в Дагомыс. не обязательно ехать на Красную Поляну. На Красной Поляне все дорого. То же самое, абсолютно, один к одному, только с обратной стороны. Можно увидеть, поехав от Дагомыса в ущелье, которое находится от Тишта с другой стороны. Ну, это знать надо, оказывается. в свое время были крайне популярны. Вот люди собирались, даже не знакомы, я думаю, 20 собирались, и шли из Красной Поляны, на Рицу. Сказочное, красивое, так сказать, место, ну, такое, что-то вроде, небольшого туристического похода, жена, с кремя, с кремя, если не очень торопиться, с кремя. Но там, теперь, то граница, то какие-то еще придурки берут, там, еще кто-то, что-то куда-то. С Абхазией вроде все нормально, так сказать, и в Абхазии хорошо, как каковой. но это, если тебя, я знаю, меня знают, я имею массу друзей. Вот такие примеры, но оно очень неплохо, например, в той же тесне в Дагестане, особенно, когда тебя знают, если муж подаст, она высокогорная, Диора, там, туда-сюда. Я понял, эти места замечательные. Вот смотришь, какая Швейцария, она в пыль не попадает. Потому что Швейцарий, там все красиво, но это как бы ухоженная маленькая однушка. А здесь огромные палацы, как это, я имею в виду, горных. Красота, так сказать, неописуемая. Ну, может быть, это связано с тем, что когда-то по своей жизни, по работе, я, ну, как человек, имеющийся отношения, к ледникам, к льду, вообще, к лавинам и так далее, значит, я прошел Кавказ пешком с запада на восток и с востока на запад. Нет ущелья, в котором были. Но если ущелье есть хоть какая-то снеголовина, хоть какой-то ледничок, я там был. То есть, где высокогорья прошел. Я понял. Павел. Потому что красоты неописуемые. Я понял. Спасибо за ответ на этот вопрос. Давайте вот еще на какой вопрос ответим. Как дела у портфеля финтехнологи бурно обсуждаются последние две недели. Видим, что там дела улучшаются. Как вы сами смотрите на дальнейший ход событий с оптимизмом? Да, что может произойти? Рост доходности портфеля финтехнологи. На форуме я написал, что одного человека я вывел из портфеля, поскольку у него показатели не соответствуют в портфеле. За грехи тяжкие. Работать надо по системе. Другого никого не ввел. Чтобы не тянул портфель назад. Так, все работают, все спокойно, никуда не торопятся. Лидером сейчас является Саша Чащин, Александр Васильевич Чащин, Чесовский, так сказать, человек в отставке. Очень хорошо работает, очень аккуратно. там даже у него в личной ветке, но обычно мы не отвечаем в личной ветке, но у него в личной ветке на переписать типа, а что у вас за стратегия такая если у вас технология просадка? Я не знаю каких-то технологий просадка, есть только у двух-трех человек серьезных. Более меня это серьезная просадка. Но это связано с тем, что люди переоценили свои таланты. Вот и все. А так осталось как работало и так работаем. Нам абсолютно не знаю, что она влияет. Если бы если бы было меньше амбиций, то мы бы уже были в десятке. Но мне портфель нужен не для приближения портфеля куда-то я за ручку у меня безоходь нормально. Нет, Павел, на портфель конечно смотрят. Портфель у вас был 31, сейчас 24, и конечно все интересуются когда он опять будет 31. Такая тема. Ну, вернусь. что вот у меня сейчас текущая просадка где-то от 3,5 до 4 тысяч. Рынок реально никуда не ходит. Рынок реально никуда не ходит. Это настолько скучно. Вот у меня вчера была одна операция, а сегодня пока одна операция. Кстати, по Новой Зеландии это за весь день. Это за весь день. За 19 число приход- уход одна операция с открытой валютой. Я понял. Павел, поняли вас. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Единственное, что надо всегда помнить, что тишина на рынке это предвестник бури. Однозначно. Это предвестник бури всегда. Новая Зеландия так красиво выкатилась вниз, ну прям с карты. У меня великолепное открытие, все будет нормально. Никаких проблем не возникнет. Ну а вдруг ломанет дальше вниз? его заход? Да хоть куда вниз. То есть вот ну чтобы вам примерно представление понять, запас хода допустим Новой Зеландии после которого я начну думать эту тему 824 пункта. Ого! Это без пятого знака естественно. Я не понимаю что такое это знак. Ну понятно. 824 пункта. Тогда я начну думать. то есть это не скоро будет понятно. Это как правило бывает крайне редко вообще если будет вообще да согласен с этим крайне редко бывает. Ну вот сейчас из неназванных валют есть феновина которая допустим прокатила определенную величину холин. прокатила дальше что что это требуем делать. Мы работаем с вами робот работает он производит операции такие такие вот такие в зависимости от ситуации на валюте там все отмечено робот абсолютно выполняет то что я когда-то придумал выполняет качественно вот поэтому ну ничего не беспокоит ну абсолютно хотя вот момент хождения конечно момент хождения был я тебе дам скажите такой момент хождения значит вы сейчас какую пару имеете ввиду сейчас скажу если ну мы с вами ну 100 пунктов прошел европункт например ну это не означает что я его там брал он 600 пунктов прошел вверх без особой коррекции была только одна коррекция вот сейчас вторая коррекция идет я полагаю что будет еще одна хрень потом будет третья коррекция настоящая большая самая лучшая нам хватит вот при этом позиция только улучшается у меня у нас только улучшается я буду удержать низ вот потому что я верю в фунтах поскольку я верю в хитрого карми который все сделал чтобы понизить стоимость своей валюты но по коррекции там на тем не менее ну по данным которые выходят по новостным данным нет там ничего особенного в Англии кроме суети такой права миста премьер а по всем остальным показать если бы не вот это парламентская премьерская суетану он бы шел бы и шел бы себе наверх а так вот мусорят одно и то же брекзит там вот этого назначили того не назначили насколько он рыжий какой он рыжий и где у него собственно рыжие и баллаца где не рыжий но это не серьезно это уже настолько нас чертела когда первый раз когда первый раз политика влазит в какие-нибудь дела что-то там говорит это еще можно услышать более-менее среагировать на это но я даже смотрю в принципе трамп сказал там просадка у людей наших была но никто даже не ожидал такой просадки хотя работа надо было просто не мешать роботу работать не работать теми парами которые не включены их всего 13 сейчас на 13 было 14 было какой-то момент украл две переносилинии и пары с ними ложка и неприятно они вообще сверхбезопасные как говорится но на них можно зависнуть и болтаться очень долго с хорошим положительным результатом но они ходят очень слабо они экзотические и потому по ним правильный набор данных для определения работы робота очень условно они у разных брокеров имеют например разные показатели за какой-то определенный например за 15-20 лет я в тюмере с момента появления евро до меня существует история валютная с момента появления евро с того периода вообще невозможно точную историю скачать нигде и никогда а то что периодически можно скачать я понял вас ясненько Павел спасибо вам большое о рассказе по валютному рынку о вашей вере в британский фунт и открытые позиции вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня спасибо до свидания